Привет, друзья! Привет из Санкт-Петербурга! Кто меня знает, тот знает. Кто уже позабыл, так как я сейчас редко выхожу в эфир, то зовут меня Елена. Хочу с вами сегодня поделиться, что со мной было, и сказать, просто поделиться мнением, отзывом о том, как я провела 10 дней в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Вот захотелось мне поделиться, потому что молчать, наверное, не стоит. Нужно рассказывать, и, может быть, кто-то и примет меры, положительные меры, может быть, даже решающие меры. Ну, началось с того, что два месяца назад, ой, уже три месяца назад, у меня защемился дальшний нерв. Как оказалось, это проблема многих людей, и страдают этим и молодые, и возрастные. Напомню, что мне 62 года. Зашемил нерв так, и, знаете, с каждым днём это становилось всё сильнее и сильнее. Просто боли были такие, что не лежать, не стоять, не сидеть, не было возможности. Конечно, принимала меры, ходила к врачам, к неврологу. Невролог отправил хирургу, своё назначил лечение. Хирург отменил своё, назначил лечение. Потом ходила к платному неврологу. Ну, это сейчас я так предысторию рассказываю. Ставили уколы, ставили капельницы. После капельницы у меня был отёк к венке. Там вообще были такие проблемы. В общем, я принимала столько химии, столько таблеток. Ничего не помогало. Всё, знаете, всё, как говорится, боли возрастали, возрастали. Ну, просто не лежать ни ночью, ни днём. Покоя не было. Вот кто это пережил, тот меня поймёт. Вызывали скорую. Я уже была готова на госпитализацию, потому что врачи нашей поликлиники не могли просто мне ничем помочь. Я поняла, понимала и понимаю, что это долгий процесс. И вот прошло уже три месяца, а боли уменьшились, но они не прошли. Ходить я полноценно не могу. Выходить куда-то на прогулку, на улицу я не могу. Так что весна в этом году прошла мимо меня. Так бывает. И не только в возрасте. Ну, по порядку. Первый раз, когда мы вызвали скорую помощь, скорая помощь приехала. И я сидела, сидя их встретила, потому что лежать уже не могла, со слезами на глазах. Но почему-то они решили поставить только обезболивающий, а госпитализировать в больницу меня просто отказались, потому что, говорят, вас не примут. Почему? Ну, вообще, я читала, и когда мы вызывали скорую, то там дежурная сказала, что это подлежит госпитализации. Но врачи скорой решили так. Ладно. Прошло еще около двух недель. Я все мучилась с болями. Ходила на уколы в поликлинику. Ничего не помогало. Но однажды ночью, когда уже боли совсем были такие, что терпеть невозможно, и обезболивающие, те, которые я ставила, уже не помогали, я специально не называю те лекарства, которые мне давались, и таблетки, которые мне давались, и уколы, и капельницы, потому что, ну, платформа не пропустит. Нельзя это называть лекарственные препараты. И вот ночью, где-то это было полтретьего ночи, это было с 27 на 28 апреля, у меня сил не было уже от боли. Вызвали скорую помощь, скорая помощь приехала, приехали два мужчины, врач и его медбрат, заместитель. Ну что, госпитализация, но не факт, что вас положат. Я говорю, как, не положат, если, ну, вообще, у меня даже отключаться стали мозги, потому что боль была страшная. Повезли меня. Уколы они не поставили, потому что у них был с собой только кетонал. То, назвала, был препарат, который я с вами, вот мы уже ставили дома, и он мне помогал. Вот так с болями. Правда, они меня довели до машины под белые ручки. Они были внимательны, отвезли меня в больницу. Перед этим сказали, что мы вас, так как был выходной, выходные дни, вот эти предпраздничные дни, как раз 28, 29, 30 и 1, это были выходные дни, мы вас отвезем только в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга. Но это одна из больниц, которая пользуется нехорошим авторитетом. Я уже наслышана была об этой больнице, но а что делать? Уже, знаете, лишь бы только помогло. Привезли меня в эту больницу, правда, сразу приняли, и даже разговоров не было, что где-то там оставят или вернут назад. Нет, меня сразу приняли. Это было где-то начало четвертого. Нет, ну пусть половина четвертого. Привезли меня в зеленую зону. Желтую зону, желтая зона. Это сцепили на руку. Браслетик такой зеленого цвета. Все, скорая ушла. Я осталась в кресле-каталке. Меня на кресле-каталке привезли. Вот, и оставили. Значит, я сижу, боль страшная. Там таких, знаете, на стеллажах полно, которых привезли тоже с болями, там, с различными, там, и с травмами были все. Многие, в основном, так и старики. В общем, смотрелось. Вот, я сижу, рыдаю от боли. Подходит молодой человек, взял кровь. Вот, говорит, как анализ крови будет готов, значит, мы вас отправим уже в палату. Подходит доктор. Доктор говорит, так, что у вас? Ну, я ему там объяснила. Он мне, значит, спину к пальцам так, тык. Больно я. Ой, больно. Он, все понятно, ушел. И так я просидела три часа. Три с половиной даже часа. С болями. Говорю, когда же, когда? Ваш анализ еще не готов. То есть, прежде чем отвезти в палату, нужно обязательно, чтобы был какой-то анализ. Не знаю, что на инфекцию или на что они там брали. Этого не дано знать. Ну что, потом я смотрю, мне на госуслуги уже пришло, что анализы мои готовы. Я ему кричу, что, говорю, анализы-то уже готовы. Да. Отвезли меня в палату. Отвезли палату в неврологию. Положили в третью неврологию, значит, Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. В палате. Ну, привезли меня уже где-то, знаете, к семи утра. Ну, уже народ стал просыпаться. Значит, я выбрала, там одна была кровать свободная, возле окна. И я заняла эту кровать. Меня сразу предупредили. Смотри, говорит, здесь тараканов тьма тьмущая. Ну, так как уже было светло, то тараканов не видно было. Но когда я открыла тумбочку, там было всё в тараканях, извините, фекалиях. Это, конечно, был предел. Встать и чем-то вытереть я не смогла, потому что тогда боли были страшные. И уколы ещё, даже укол никто не поставил. Вот. А в палате было ещё шесть больных. Через какое-то время пришла медсестра. Поставила всё-таки обезболивающие мне. Да, но боли утихли. Ну, хотя бы можно было допрыгать до туалета. Вот. Ну, и тут, значит, началось. В палате, помимо шести человек, было трое ходячих. Я себя не считала ходячей, потому что кушать привозили прямо именно в палату. Завтрак, обед и ужин. Но я встать не могла, потому что так, как я сильно хромала, да я бы там ничего не донесла. Ну, и боли были, говорю, очень сильные. Вот. И ещё две женщины, которые лежали с мочи сборниками. Это неврология. Старинки уже такие под семьдесят, семьдесят, восемьдесят пять одной было. Вот они не вставали. За ними нужно было ухаживать. Сиделок у них не было. Я, конечно, так, когда зашла в палату, почувствовала, потому что запах был не передать. Сами понимаете, когда окна закрыты, это... Ну, что я буду вам объяснить, уже все взрослые. Сами понимаете, чем пахло. Вот. Потом, когда все проснулись, мы, конечно, окна открыли. Немножко на проветривание. Но так как вот я была возле окна, то мне не очень это комфортно было. Потому что ветер весь дул на меня. Ещё простыть. Хотя, всё-таки я простыла. Итак, я провела в больнице десять дней. На выходные, если помните, я вам сказала, что я попала на выходные. Это двадцать восьмого числа. Вот. Лечащего врача, естественно, четыре дня не будет. Но есть дежурный врач, который не появлялся вообще ни разу в отделении. Когда медсестре говорили, что дайте нам хоть дежурного врача что-то вот как-то... Она сказала, что вас много, дежурный врач один. И он только... Ну, это не одна медсестра сказала, но многие говорили, что только в тех случаях, когда если вы будете умирать, тогда лечащий врач, дежурный врач появится. Так как у нас никто не умирал, то лежите спокойно. И вот так я... Значит, мы поставили один обезболивающий, и всё. И я лежала... Никто ко мне вообще не подходил. Потом, когда другим стали ставить капельницы, я говорю, ну, а мне? А вы хотите? Меня вообще вопрос этот медсестры обескуражил. А вы хотите? Я говорю, ну, хотелось бы хотя бы что-то уже получать. Вот. Она говорит, хорошо. Буквально через пять минут она несёт эту капельницу. И мне стали капать. Капали. Медсестра стала ставить. Вообще у меня на вены я не жалуюсь. Я хочу вам просто показать. На вены не жалуюсь. Всегда попадали, всегда с первого раза. Но это вот уже прошло две недели. Вот. Это у меня с того раза, с первого раза. То есть она поставила и мимо. Я смотрю, у меня щипет. Я говорю, у меня больно. Ну, потерпите, это всё такое. Потом уже, когда другая поставила, ко мне подходит. Ой. И стала переставлять. Я говорю, а что? Ну, я вам мимо поставила. Понятно. У меня был синяк, конечно, гораздо больше. Вот так мне первую капельницу поставили, которую я выпросила сама. Вот. Четыре дня лежали мы с болями. Ночью это было вообще предел всему. Но, правда, единственное то, что если сильно болит, позвать медсестру поставят вам обезболивающие. А остальное просто они не имеют права. Никто ни давления ничего не мерил. Хотя у меня при поступлении было 160 на 90. Это для меня очень высокое давление. Ну, не мерили, не мерили. Лежали, правда, завтрак, обед и ужин, как говорится, по расписанию. Привозили. Привозили, я сфотографирую, покажу, какой у нас был завтрак. Обед я почему-то вот упускала, не сфотографировала. Ну, эти пластмассовые баночки, конечно, вначале просто удивляли. Сдавали мы их. Наверное, мыли и опять привозили чистые. Надеюсь, что чистые. Но ложки и кружки были чашки свои. А вот первое, второе было в этих пластмассовых баночках, которые мы привыкли видеть. Какие-то салаты или майонезы. Хлеба, правда, давали столько, сколько хочешь. Ну, какой там хлеб уже, когда в этой жарище батареи были горячие. На улице было более-менее тепло. И в палате было просто жарко. Ну, а то, что не открыть окно, вот, полноценно. Это понятно, чтобы там лежачие, там дует на кого-то, особенно на меня, себе не позволяло такого приоткрыть немножко, и всё. Ночью, ночью это было всё. Те лежачие, ну, и в основном, знаете, все вот в неврологии лежали, если вот так выяснять, то почти у всех было воспаление седалищного нерва. И когда начинали вот знакомиться, разговаривать, и тоже, говорю, а у тебя так, а у тебя так, а у меня вот так, а у меня вот так. Надеялись, что лечение после выходных, думаю, ну, ладно, 4 дня мы потерпим, у нас как-то там чего-то ставят. Я, опять же, говорю, капельница, я просто говорю, поставьте капельницу. Они ставили. А что вы ставите? Вот это, вот это. Думаю, а, вроде бы мне это когда-то ставил невролог, да, говорил. Думаю, ну, ладно, пусть будет. И обезболиваюсь. Всё, вот всё лечение. И лежали, лежали, лежали. Ну, я говорю, не вставала, потому что было больно. Вот. Но жизнь начиналась ночью. Мало того, что больные все там где-то в другой палате кричат, где-то и у нас частенько кто-то там стонет. Ну, это не испанье, но это всё понятно. Даже никто не обижался для больных. На кроватях, позади тебя, на кровати кнопки. И когда кому-то плохо, ты нажимаешь кнопку, вызываешь медсестру, ну, и уже там они принимают меры. У нас часто кнопки просто отключались. И вообще не дозвониться. Вот просишь, кто ходит, ну, пойди попроси, чтобы пришли, там помогли. Или давление поднимется. Или что-то такое там другое плохо. Или особенно вот которые лежачие, то у них там одеяло упадёт. То они там надо будет... Лежачие есть лежачие, сами понимаете, да? Ладно. Приходили санитарки утром. Как они убирали? Вот просто смешно. Тряпочкой просто так, хоп, хоп. А там тараканы. Всё было поверхностно убрано. В туалете, правда, чего-то там брызгали. Но это не... Особенно лежачие вообще говорили, что тараканы по ним ползают. По мне тоже пару раз ползал таракан. Это так неприятно. И когда потом открывала тумбочку, а мы ели в палате. Открываешь тумбочку, они так... Тараканы во все стороны убегали. Ладно. Прошло 4 выходных. Надежда, что будет настоящее лечение. Приходят лечащие врачи. И расспросили. Всюду взяли у меня диски там и рентген, и МРТ. Всё. Что вы думаете? Назначили те же капельницы и те же обеспаливающие. Единственное, что я прошла там рентген. Два рентгена и физиотерапию. Под конец уже три физиотерапии прошла уже перед выпиской. Два дня всего были наши врачи. Потом они опять ушли на выходные. Потому что были выходные. В выходных опять никого не было. У меня от уколов стало подниматься давление. И я ночью также выходила. Вызывала медсестру. Но отдать должное, что медсёстры всегда реагировали. Ну, давали мне полтаблеточки, чтобы всё восстановить. Вообще впечатление о больнице. Нехорошее. Тараканы. Это просто полчища таракана. Грязь. Всё обшарпанное. Я понимаю, что это очень уже старое здание. Но лекарствами, вот все капельницы, да, уколы, всем одинаково. Вот всем лечение одинаковое. Ладно, там кто-то приходил с давлением, кто-то с циститом, кто-то там ещё по неврологии. Всем одинаково. Лечение всем одинаковое. Когда спросили у врачей, почему такое лечение, они говорят, что какие лекарства нам дают, так мы вас и лечим. То есть лекарств нету. Даже порой обезболивающие, те, которые нам ставили, а они заканчивались. Ну, заменяли чем-то другим. Вот. Отдельно хочу сказать о тех больных, которые лежат. Должного ухода за ними нет. А буйных вообще привязывают к кровати, чтобы не кричали. И ставят им успокаивающие, чтобы не кричали много. Было время, когда у нас четверть человек, даже мужчины, лежали в коридоре. То есть полностью переполнено. Всё прекрасно понимаю, что медсёстры, там, сколько их там, трое человек, да, а отделение громадное, большое, и каждому требуется какое-то внимание. Все там с болями. Таких просто больных не было. Но были даже, знаете, буйные. Буйные. Одна дамочка вот так ложку согнула, и в лицо медсестре тыкала. Медбрат у нас был такой, ну, вообще по лицу получил. Из-за того, что ставили большой чайник для того, чтобы запивали таблетки там с водой кипяченой, а горячей воды не было вообще на отделении. И из-за того, что не было горячей воды, медбрат получил по физиономии. Это, конечно, нервная работа. Нянечки, они так просто, вот если лежачие там, ну, обделались, в памперсы наделали, или там утром и вечером меняем по графику, а если ты обделался в другое время, всё, лежи и помалкивай. Или, вот, ни памперсов, там, ни салфеток, ни прокладок, там, как их это самое, простынок, ничего у санитарок нет. Всё нужно привозить с собой. А если люди, например, одни живут, и у них нет родственников, были у нас такие, что, ну, не приезжают к ним. И что теперь делать? И вот ходили, вот, санитарки попросили у кого-то. Ничего в больнице нет, понимаете? Ничего нет. Как-то странно, что в наше время вот такое, вот, просто скудоумие, нет, ну, наличие лекарств вообще отсутствует в больнице. Самое элементарное. И когда мне стали ставить вместо одного укола другой, более сильный, то есть тот уже не помогал, я говорю, а почему, говорю, вы вот ставите такой укол? Прочитала, а там столько побочек. Я говорю, не хочу я этот укол. А у нас больше, говорит, другого нет. В общем, назначили мне в конце. Я так перебегаю, перебегаю, потому что у меня такого плана нет. Всё, вот то, что наплыло, я рассказываю. Там уже вам решать. Как я? Права, не права? Понравится, не понравится? Ну, просто, может быть, будет кому-то даже полезно послушать, как это лежать в больнице. Потому что за свои 60 лет я вот второй раз в больнице, и, слава богу, может быть, я больше не попаду до конца своей жизни. Надеюсь, надеюсь, да. Но попадать туда не советую, только в крайнем случае. Вот, назначили мне физиотерапию. И вот в день выписки мне нужно было... Я уже стала немножечко ходить, да. И я потихоньку-потихоньку пошла сама в физиотерапию, вот в процедурный этот кабинет. Нужно было пройти по коридору. Я когда вышла по коридору, окна были все открыты. Там такой сквозничина был. А я была в футболочке. Тем более я шла очень медленно. В общем, прошла я по этому коридору, сделала физиотерапию. Меня в этот день выписали. Домой. Пришла домой. На следующий день в 38,5. Уже дома. Уже дома. Ну, вот, конечно, вот этими уколами и капницами мне немножко купировали боль. Могу хромать. Я могу хоть хотя бы ходить без такой боли. Но сейчас я лечусь. Вот уже пятый день. От простуды. Вызвали врача. Конечно, она сказала, что это простуда. Заразила мужа. Теперь мы оба ходим сопливые, чихающие и кашляющие. Но, знаете, хочется верить, что это не ковид. Мы взяли у нас маски на ковид, и вот мы ждем ответа, ковид или не ковид. Впечатление, короче, такое, что побывала в больнице в каком-то, знаете, нехорошем грязном месте. Понимаю, что это не курорт, это больница. Ну, такая грязь. Мыли пол. Ну, мыли пол так, что это просто тряпкой повозили, и все. Но, говорю, полчища тараканов, это говорит о многом. Прочитала отзывы об этой больнице. Оно уже давно славится своим персоналом не очень хорошим. Но, в принципе, мне повезло, персонал был более-менее лояльный. Особенно у нас там одна санитарочка была. Настя. Настя Голубева. Ну, это человечек такой, что она большая. И вот не то, что... Даже не за деньги, да? Она помогала лежачим больным, поднимала их, как-то, вот, знаете, подтягивала, потому что они постоянно сползали куда-то с кровати. Ну, есть люди, конечно, есть люди, но это, опять же, их здоровье. Понимаете? Она могла так же и потянуть спину, и все. Ничего. И так же с нами лечь, да? Ну, больницу я прошла. Сейчас опять реабилитация. Это ЛФК. Это поликлиники физиотерапия. Но, прежде всего, надо вылечиться теперь от простуды. В общем, пошла я с одним псевдальщиным нервом, как говорится. Обзвратилась с давлением. И еще вот с простудой. И да бог, что это не ковид. Поэтому, дорогие мои, чтобы здоровье было, берегите его. Нужно двигаться, ходить в любом возрасте, больше ходить, больше двигаться, поменьше сидеть за гаджетами, поменьше сидеть за компьютером, потому что потом это все скажется на вашем здоровье. Оно вначале незаметно, а потом будем страдать. Вот я тоже, кстати, зимой мало ходила, а все смотрела, какие-то видео, отвечала на вопросы, комментарии. Ну, вот, наверное, все-таки такой малодвижущий образ сказался на моем здоровье. В заключение хочу сказать, что если у вас будет возможность выбирать, в какую больницу от Санкт-Петербурга попасть, ну, это я уже петербуржцам говорю, то Елизаветинскую больницу на Вавилово, я вам просто, просто не рекомендую. Не рекомендую. Чего хорошего из этого не будет. Ну, если уже некуда деваться, конечно, как у меня, то тогда понятно. А так немножко поделилась с вами о своем впечатлении о больнице. Такое негативное. Может быть, я мягко рассказала, но я не готовилась вот так, что он мне приходил на ум, то и говорила. Все, дорогие мои, берегите себя, не болейте, будьте здоровы, несмотря на свой возраст. Молодые вы или в возрасте. Ведите здоровый образ жизни. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Будьте вместе со мной. Впереди будет интереснее, когда вы здоровы. А вы здоровы я скоро. Все, всем пока.